Рекордный скачок уровня жизни случился в России. Об этом на медне сообщил Росстат. Доход граждан в апреле 2018 подскочил почти на 6% и составил 33 тысячи рублей на душу населения. Это, кстати, чистыми после вычета налогов и обязательных платежей. Средняя зарплата по стране радует как никогда. 43 550. Ну вот же вот, наконец-то мы на пути к новой жизни. Ребят, я счастлив, честное слово. Если есть на свете рай, это же российский край. Начинаем. А если серьезно, мне постоянно интересно, вот эти люди, они в какой России проводят свои опросы и подбивают статистику? Можно туда визу получить, что ли? Съездить хотя бы на недельку в пресс-тур, например, ну просто одним глазком, а? Я вообще много и часто перемещаюсь по стране, но вот в это сказочное королевство, ну никак попасть не удается. Хоть в Росстат иди работать, устраивайся. Интересно, а какие данные этот самый Росстат опубликует в следующий раз? О том, что каждая российская семья владеет островом в Карибском море, хотя нет, мелковато. Собственные планеты. Ох, вот это уже по-нашему патриотично и с размахом. А если совсем серьезно, знаете, я таких обманщиков уже открыто называю полицаями, ну во время Великой Отечественной войны ходили с белыми повязками на рукаве. Ага, самые обычные предатели, которые предали своих соотечественников, и не надо таких оправдывать. Будь-то бы их кто-то заставляет, они просто боятся работу потерять, вот и пляшут под дудку лжецов. Любой статист прекрасно отдает себе отчет, для чего публикуются подобные данные. Правильно, чтобы показать там, насколько у простых смертных все хорошо, ну и кто он после этого. Кстати, Илон Маск со своей свежей идеей опять ко двору пришелся. У меня вообще такое ощущение, что он русский. Так вот, этот гений теперь планирует создать сайт «Правда» для оценки достоверности публикации в СМИ. Ох, допрыгаются я, чую, парень объявят его персоной нон-гратов, великой и могучей, а заодно персональным врагом всего российского народа. Это реальная журналистика. Новости из дурдома, очередная порция, поехали. Ну и в реальность давайте вернемся. Господа, я вас поздравляю. В Госдуме на прошлой неделе в кое-то веки была озвучена нормальная мысль. Речь и вот о чем. Ну все ведь в курсе, что очень скоро в нашей стране будет дан старт мировому футбольному первенству. Он еще так забавно называется по-испански «мундиаль». Хотя мне кажется, очень правильное определение с нашей точки зрения, особенно для футбола. Так вот, известно также, что российские власти пообещали спортсменам нашим, естественно, нехилые денежные призы. От 300 миллионов рублей, если выйдут из группы, до двух ярдов, если попадут в финал, что маловероятно. Впрочем, но дело не в этом. Нашелся в парламенте один здравомыслящий депутат Рашкин, который проанализировал все это дело и сказал, а за что? Не кажется ли вам, господа, что это несправедливо, выписывать премию при любом раскладе? Давайте так, победили, получили. Не победили? Не гуляй, Вася. Учитывая высокий уровень зарплат в сборных отдельных видов спорта, предлагается ограничить уровень выплат в случае выбывания из соревнования на его ранних этапах. Данное ограничение не носит, подчеркиваю, абсолютного характера, не распространяется на иные источники финансирования спорта, кроме бюджетов различных уровней, не ограничивает компенсационных выплат. Таким образом, достигается оптимальная версия этого закона. И я с этим, в общем, согласен. Нам есть куда потратить эти миллионы, если сборная не выиграет. Конечно, дыр выше крыши, долги по зарплате, заморозки соцвыплат, жилье для малоимущих, которого нет, убитые дороги, да мало ли куда. А мы, футболиста, который играет через пень-колоду, деньгами опять подарим, чтобы очередной Бузовый купил очередную шубу. За какие заслуги, повторюсь, даже в казино есть простые правила. Выиграл, получи, проиграл, заплати. Должен же быть у людей хоть какой-то стимул. Впрочем, как думаете, как проголосовала по этому предложению Дума, а не как? Отложили его рассмотрение на неопределенный срок ляпута. Ну а пока звезды купаются в шоколаде, их поклонники в прямом смысле прибывают в терьме, простите, но это так и есть. В Иваново вас приглашаю. Стоит там многоквартирный дом на 12-й Сосневской, о котором знает уже весь город, почему рассказывают. В 2008 году в доме Том гикнулась канализация, и вся параша хлынула в подвал. 10 лет прошло, а подвал продолжает выполнять функцию выгребной ямы. Надо ли объяснять, какие прелестные запахи разносятся по округе, а во что этот дом превращается, а какой кайф местные испытывают. Ой, ребят, вы должны это увидеть. Внимание на экран. Чтобы хоть как-то вызволить дом из канализационного плена, сотрудники обслуживающей организации соорудили отвод в ливневую канализацию. Люди страдают от постоянного неприятного запаха и летом, и зимой. Жильцы стараются не открывать окна, потому что квартиру сразу наполняет вонь. На первом этаже от сырости сгнили полы. Стены в подъездах покрылись грибком. Облетает краска, отваливается штукатурка. Жильцы пробовали откачивать канализационные стоки из подвала. Вызывали специалистов. Стоки откачали, но вскоре все повторялось вновь. Вот на этот момент обратите внимание. Спасаясь от вони, местные направили парашу в Ливневку. Точнее, коммунальщики такую многоходовочку провернули. И теперь весь район радуется жизни, но смешнее другое. Пару лет назад власти, устав выслушивать жалобы от населения, выделили такие 800 тыр на то, чтобы возле многострадального дома сделали выгребные ямы хотя бы временно. Ивановские коммунальные специалисты сделали. Правда, ямы не функционируют. Трубы к дому подвезти забыли. Зато добавилась новая проблема. Грунтовые воды в те ямы хлынуло. О, не стало больше. Когда принимали вот это решение, и когда, кто принимал вот эту работу? Вот установку? Установку управления капитального строительства. Управления капитального строительства. То есть вы принимали, да? Ну вот как это объяснить? Я только что объяснил это многократно, что ввиду того, что герметично нарушено, стоки по рельефу попадают в эту яму. Примечательно, что цена вопроса-то всего-навсего 6 миллионов рублей. Столько стоит сделать новую канализацию. И сразу несколько сотен человек и жители этого дома, и их соседи вздохнут с облегчением. Вернее, вдохнут. Нормального свежего воздуха так будет правильней, но нет. Мы лучше те 6 лямов кривоногому футболисту благословим за какое-нибудь 18 место на соревнованиях. Ой, устал повторять. Не ту страну назвали Гондурасом. Ну и раз пошла такая пьянка, в Московскую область вас приглашаю. Город Сергеев-Пасад, где тоже квартирный вопрос стоит весьма и весьма остро. А еще он плотно завязан на чьем-то головотяпстве. Итак, 5 лет назад в городе построили целый микрорайон жилье для военнослужащих. Все зашибись. Дворы оборудовали, парковки даже предусмотрели вокруг зеленые насаждения. Самую мелочь запамятовали. Не подключили тот микрорайон к коммуникациям. Ни электричества, ни тепла, ни газа, ни воды в домах нет. 5 лет, повторюсь, прошло. А Подмосковная Припять так и стоит заброшенной. Никому до тех военных дела нет. Сертификаты зато раздали по ящику. Показали счастливых новоселов. Все, въезжайте. Но на этом не конец истории. Пока обманутые обивали пороги чиновничьих кабинетов, дома начали разваливаться. А еще туда повадились лазать вандалы. И на сегодняшний день квартиры те еще и в разграбленном состоянии. пребывают или в полуразрушенном. Вот получается квартира, которую нам дали. Правда, уже все вынесли. И унитаз, и плита, которая стояла. И смесители все сняли. И счетчики. И домофон. В той квартире даже линолеум уже снимают. Плакать хочется. Господа, а что плакать-то хочется? Зато стабильность. Ведь сами за нее голосуете постоянно. Вы знаете, у меня огромное количество друзей офицеров, я когда-то военное училище заканчивал, которые искренне считают меня врагом народа грязью, потому что я это государство поливаю, как они говорят. Вот вас, пожалуйста, друг государства жильем обеспечило. Живите, радуйтесь. Ладно, продолжать не буду, а то меня опять сейчас занесет не туда. И это была реальная журналистика сегодня вот так. На моей страничке в YouTube, ссылка на нее сверху, вы найдете больше серии этого замечательного сериала. Заходите, просвещайтесь на канал, подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже добро пожаловать. Там тоже есть чем поживиться. В друзья добавляйте с темы, предлагайте. Под ними мы обсудим, а я засим спешу откланяться. Все, пока. Пока. Смотрите, как нужно чистить рыбу. Все элементарно и просто. Вбиваются два гвоздя. Один вбивается в голову, другой в хвост. Так. Теперь берем, есть такой швесок, керфер. И просто ей чистим. Вот и все. Наша рыба готова к употреблению. ПОДПИШИСЬ! 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 ПОДПИШИСЬ!